Здравствуйте, в эфире новости АТН, в студии Александр Тихонов, коротко о главном. На сегодняшний день мы констатируем, что этим преступлением занималась организованная преступная группа. Так мы квалифицируем действия трех основных подозреваемых, которые находятся под стражей. Мы имеем 48 фактов смертей, которые вменяются этой группе. Ядовитое зелье, подозреваемые в массовом отравлении хриковчан суррогатным алкоголем, в ближайшее время предстанут перед судом. У нас есть информация о том, что он задержан на территории Грузии, помещен в следственный изолятор, то есть находится под стражей. Кого ждет принудительная депортация на родину, а кого заочное судопроизводство областная прокуратура анонсирует новые судебные процессы над предводителями боевиков антимайдана. Покупка имиджа за харьковские бюджетные средства. Секреты харьковских коммунальщиков, которые время от времени хвастаются международными призами и премиями. Итак, подробности. Подозреваемые в массовом отравлении хриковчан суррогатным алкоголем в ближайшее время предстанут перед судом. Областная прокуратура закончила досудебное следствие по факту смертей от метилового спирта осенью прошлого года. Тогда более сотни харьковчан получили тяжелое отравление. Около половины из них скончались. Массовые отравления суррогатным алкоголем в Харьковской области начались в сентябре прошлого года. Первыми жертвами стали жители Волчанского района. Люди купили водку в сельском магазине и уже через считанные часы были мертвы. Выяснилось, что под видом водки им продали разбавленный метиловый спирт, который является для человека смертельным ядом. После этого факты отравления фиксировались в Волчанском, Изюмском, Харьковском, Барвенковском, Боровском, Великобрлукском районах и самом Харькове. Всего около сотни отравившихся, из которых половину спасти медики не смогли. Часть выживших остались инвалидами, они ослепли. Следователи выяснили, что под видом водки и коньяка, как упакованных в заводскую тару, так и на разлив, продавцы реализовывали метиловый спирт, закупленный у одного и того же поставщика. Им, как выяснили правоохранители, оказался 27-летний харьковчанин, закупивший метиловый спирт на химическом предприятии в Донецкой области, разбавивший его, а потом умышленно выдавший за алкоголь. Правоохранители задержали еще двух подельников и шестерых реализаторов и владельцев магазинов, через которые продавали смертельное зелье. Долгое расследование производства в прокуратуре поясняют тем, что сначала этим делом занималась фискальная служба, которая сейчас находится на стадии реформирования. Дабы не допустить недвусмысленного отношения к результатам расследования, мы приняли решение и забрали это дело в следствие прокуратуры области. На сегодняшний день мы констатируем, что этим преступлением занималась организованная преступная группа, так мы квалифицируем действия трех основных подозреваемых, которые находятся под стражей. Мы имеем 48 фактов смертей, которые вменяются этой группе. По статье «Незаконное изготовление подакцизных товаров», которая представляла угрозу жизни людей, участникам ОПГ грозит до 10 лет с лишения свободы. Материалы по ним работники прокуратуры уже готовы передать в суд, как и по шести посредникам. Марина Николаева, Евгений Шинкаренко, агентство телевидения «Новости». Волна смертей прошла, и наливайки снова заработали. Кто-то в легальном поле, а кто-то продолжает прибыльный бизнес в тени. Улица Дружбы народов. Еще недавно здесь работала наливайка, которая не давала покоя местным жителям. После проверки общественников и написанного заявления в полицию ее закрыли. Ралеты на окнах опущены, а дверь даже покрылась паутиной. Еще одна наливайка, о которой уведомили правоохранители и бойцы Варты – вот этот киоск «Живое пиво». Хотя интерьер сохранился, а алкоголь отпускает гражданам все та же девушка, принципиально изменился режим работы. В наличии теперь есть кассовый аппарат, уголок покупателя, где можно увидеть лицензию и документы ФОП. Кроме того, продавец демонстрирует трудовую книжку и договор о приеме на работу. Вот кассовый аппарат, пожалуйста, который работает, который пробивает за чеки. Спору нет. Доска там, пожалуйста. Там все в файлах. Достаньте и посмотрите. Не, я понял. Ну вот, что еще? Что у вас должен быть в наличии санитарная книжка, трудовые договоры, паспорт. У нас есть молодой человек, все. Трудовые книжки, санитарные, все. Но несмотря на то, что часть наливаек действительно закрылись после проверок, в городе по-прежнему много точек, продолжающих работать без каких-либо документов, разрешений и лицензии. К примеру, вот это кафе на гвардейцев-широненцев. Все у начальника. Так что вы можете даже меня не спрашивать. Все у него. Сейчас в наличии есть какие-то документы? Со мной нету, извините, пожалуйста, с собой у меня их нет. На точке здесь присутствует? Все у него. Все у него находится в наличии. А у вас вообще кассовый аппарат есть по алкогольным торгам? Вообще-то у него есть все. Все есть чеки кассовые, все чеки у него. А почему он не на точке? Я все сдаю. Молодой человек. Я ничего вам не могу сейчас сказать. После нескольких звонков якобы собственнику женщина сообщила, что тот будет только вечером с документами. А затем и вовсе заявила, что кафе не работает, а она здесь как сторож следит за порядком. Хотя посетитель, представившийся Лехой, рассказал немного другую историю. Сегодня я шел, понял, и зашел к ним. И они, оказывается, работают. Слава богу, что они работают. Дай бог им здоровья. А алкоголь здесь? Вот куча алкоголя на витрине разливает алкоголь? Нет. Какой здесь алкоголь? Пойдемте с вами вместе посмотрим, сейчас увидим. Там алкоголя вообще в упор нет. У них есть лимонад. Лимонад. Ассортимент в кафе действительно широкий. Самбука, коньяк, мартини, вино. Есть даже водка в бутылках из-под других крепких напитков. И такие пивнушки постоянно открываются в спальных районах, говорит ветеран АТО. А по совместительству командир отдельного подразделения Схидной Варты Максим Копылов. Во-первых, это экономическая безграмотность людей. Они не понимают, что ли еще платить законно бюджет страны, чем решать вопросы. Там с кучей всяких непонятно кого, там сотрудников, не сотрудников полиции. Были случаи, что у нас был предприниматель, который говорит, мы же платим полиции. Мы же платим. Я говорю, кто палец виски? В общем, оказался человек, который, грубо говоря, не имеет отношения к органу, пришел, показал какую-то бумажку, ему платили. Проблему наливаяк решить можно только путем ужесточения законодательства, полагает ветеран. Ведь минимальный штраф мало кого сегодня пугает. Велен Мода Михайлов Воронков, агентство телевидения новости. Областная прокуратура анонсирует новые судебные процессы над сепаратистами и предводителями боевиков антимайдана. Правда, над некоторыми будет осуществлено заочное судопроизводство, других же ожидает принудительная депортация на родину. Уже в августе начнется судебное следствие. Над одним из лидеров Харьковского антимайдана, а ныне жителем так называемой ДНР Константином Долговым. Украинское следствие разыскивает его сразу по нескольким статьям. Покушение на территориальную целостность, незаконное обращение с боеприпасами и порча чужого имущества. Во время активных протестов антимайдана Константин Долгов увлеченно занимался в Харькове антиукраинской пропагандой. И он же, по данным следствия, организовывал взрывы банкоматов Приватбанка. Весной 2014 года Долгов был задержан в Харькове, но после внесения за него залога Олегом Царевым, сбежал сначала в Крым, а потом в Москву, где был заподозрен соратниками в краже партийных средств. После этого уехал в Донецк. В Украину Долгов возвращаться не собирается, точно так же, как и еще один сторонник антимайдана Филипп Эказианс, который неоднократно анонсировал в соцсетях реальные теракты в Харьковской области. Поэтому по обоим принято решение о заочном судопроизводстве. Это нововведение украинского законодательства, которое позволяет осудить гражданина, если он скрывается от следствия на территории другой страны. А вот еще одному активному участнику антимайдана, Роману Добрянскому, придется вернуться в Украину. Изначально он был членом молодых регионов, участвовал в антитимошенковских митингах, а во время зимнего противостояния 2014 года он уже командовал отрядами гопников. Это зафиксировали журналисты под Академией внутренних войск. После победы революции достоинства Добрянский бросился в бега. В феврале 2015 его объявили в розыск, после чего задержали в Грузии. Теперь прокуратура ожидает депортации, чтобы предъявить подозрения ему лично и передать дело в суд. За организацию массовых беспорядков и препятствование журналистской деятельности ему грозит до 7 лет лишения свободы. У нас есть информация о том, что он задержан на территории Грузии, помещен в следственный изолятор, то есть находится под стражей. Еще в ноябре прошлого года мы отправили весь пакет необходимых документов грузинским коллегам и в настоящее время ожидаем, когда этот гражданин Украины будет передан нашему государству. Еще одно громкое дело – наследство 2014 года – уголовное производство о содействии террористической организации. Его детали следователи не раскрывают, но уточняют. В деле фигурирует судья Виктор Ежов, который перевелся в Харьковскую область из Донецкой. Он взял самоотвод по делу Нелли Штепы, но продолжает вести судопроизводство в процессе экс-милиционера Александра Гапуры, которого обвиняют в служебной халатности в еще одном майдановском деле избиения активистов под стенами Академии внутренних войск в Харькове в феврале 2014 года. Пока, несмотря на тяжесть расследуемого производства, остранять Ежова от судопроизводства оснований нет, говорят в прокуратуре. Ходатайство можно такое подавать только тогда, когда у него будет статус подозреваемого, то есть после вручения эпидозы. Пока эта стадия не наступила, нет оснований, законных оснований для постановки такого вопроса. В Червонозаводском суде Харькова, где сейчас работает Виктор Ежов, подтвердили, что он продолжает исполнять свои функциональные обязанности, но обстоятельства уголовного дела не комментируют. Марина Николаева, Михаил Воронков, агентство телевидения новости. Покупка имиджа за бюджетные средства. Антикоррупционеры и журналисты рассекретили харьковских коммунальщиков, которые время от времени хвастаются международными призами и признаниями их профессионализма. Оказывается, им, а также бизнесменам из стран третьего мира, премии выдают сами харьковчане, которые поставили такую деятельность на поток. Новость о том, что работа трудового коллектива Харьковского метрополитена высоко оценена европейскими экспертами, облетела все коммунальные и лояльные городской власти медиа еще в конце прошлого года. Руководство подземки отчиталось о том, что ими получена международная награда European Quality – европейское качество от Европейской бизнес-ассамблеи. Но, как выяснили журналисты британского издания The Times, именно в Великобритании базируется ассоциация. Речь идет о фейковой премии, которую за деньги раздает фирма харьковчанина Антона Савова. Савов давно занимается бизнесом по удовлетворению чужого тщеславия. Подобные премии он раздавал и в Харькове, и в Киеве, возглавляя Харьковскую организацию Национального союза журналистов Украины. В Великобритании его деятельность вышла на новый уровень. Была основана фирма с громким названием Европейская бизнес-ассамблея, от имени которой потенциальным клиентам рассылались предложения поучаствовать в борьбе за премию и гарантированно получить ее за взнос в 9 тысяч фунтов стерлингов. При этом вручение премии обставлялись с пафосом, приглашением именитых гостей на съемных значимых площадках, например, в ратуше Оксфорда. А для придания значимости фейковой премии использовалась символика Оксфордского университета. Впрочем, сам Антон Савов, который сейчас находится в Харькове, от связи его премии с Оксфордом всячески открещивается. Говорит, что на имидж старейшего вуза не покушается, а просто раздает созданные им награды. Любой продукт, произведенный человеческим интеллектом, определить его ценность достаточно сложно. Определяет время, определяют пользователи, общество и так далее. Значит, ярлык, который повешен липовый, вы тоже понимаете, почему повешен липовый. Потому что в концепции журналиста, который готовил эти материалы, была ассоциация ИБИ с Оксфордским университетом. И он хотел выдать дипломы, которые мы выдаем, за дипломы от Оксфордского университета. Когда эта версия развеялась полностью, потому что нет ни одного подтверждающего документа, что мы где-то ссылаемся на Оксфордский университет, имеем какие-то соглашения с Оксфордским университетом. Он тогда полностью разоблачил всю свою концепцию. А в чем же тогда они липовые? Работники фирмы Савова не скрывают, что искали они своих клиентов в первую очередь среди компаний стран третьего мира, которым такой местечковый почет был приятен, но и не забывали о родном Харькове. При этом, говорят антикоррупционеры, эта ярмарка тщеславия была бы личным делом каждого, если бы на нее не тратились деньги налогоплательщиков. Аналитики Харьковского антикоррупционного центра выяснили, что за подачу документов метрополитен заплатил 142 тысячи гривен из бюджета предприятия. Они были проведены через систему Прозора, хотя предприятие является убыточным. По крайней мере, именно этот аргумент использовали власти, повышая цену на проезд в марте нынешнего года. А еще в 2017 году в бюджете Харькова заложено 159 миллионов гривен финансовой помощи для Харьковского метрополитена. «Коли особисто людина хочет отримать эту премию, звісно, что это никаким чином не есть там поза законом, а когда витрачается коммунальное предприятие, саме бюджетные деньги, то, звісно, что это уже привертает увагу, потому что это может подпадать под рострату бюджетного маяна, бюджетных денег. Коммунальное предприятие метрополитен, насколько мне известно, но через бюджет провелось лишь одну закупивлю, саме на допомогу, чтобы отримать эту премию». При этом на самом предприятии факт получения награды не комментируют. В Горсовете же уверяют, они не знают, на что харьковские коммунальщики тратят деньги. Мол, помогают, если те просят о финансовой помощи, а контролировать, как они тратят средства, не имеют права. Мол, это дело правоохранителей. «То, что касается всего гор электротранспорта, то он планово убыточный. Это для начала, чтобы вы понимали. Теперь то, что касается вашего вопроса по награде. По награде я узнал сегодня из средств массовой информации, из интернета. Могу вам сказать, что мы сегодня полностью и четко выполняем все законодательные акты. И основной законодательный акт, который нас может обвинить в коррупции, это влияние на финансово-хозяйственную деятельность любого коммунального предприятия. Поэтому мы, как городской совет и исполнительные органы городского совета, ни в коем случае не хотим попасть под действия законов о коррупции и никогда не вмешиваемся в финансово-хозяйственную деятельность о коммунальных предприятиях». Но, как показывает практика, фейковые премии – повальное увлечение харьковских коммунальщиков, на которых пиарятся как они сами, так и городские власти. Так, по данным антикоррупционеров, помимо премии ЕБА, харьковский метрополитен получил еще пять таких же псевдопремий, которые учреждают различные организации с громкими названиями и продают родичьи славия компаний третьих стран. Еще в 2013 году харьковские власти широко разрекламировали получение еще одним КП – парк Горького – премии «Золотой пони», которая казалась столь же значимой, как и премии «Харьковской подземки». Марина Николаева, Евгений Шинкаренко, Агентство телевидения и новости. В эфире новости АТН и далее в региональном выпуске. Ощущается, если куриное филе стоило 60 гривен, то сейчас 80 с лишним. Это, я вам говорю, самое дешевое мясо, которое есть. А что касается овощей, тоже все это очень дорого. Золотые продукты. Продолжается рост цен на мясо и молочные продукты, а также на некоторые виды сезонных овощей. Почти полторы тысячи краш и 133 грабежа. Почему растет число преступлений? Опасная для здоровья жара детям мороженое, взрослым охлажденные напитки. Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. Золотые продукты. В Украине продолжается рост цен на мясо и молочные продукты, а также на некоторые виды сезонных овощей. Продавцы уверяют, причин для этого несколько. Это и расходы на корм для животных, затраты на выращивание овощей и на их перевозку. Сыграли роль и неблагоприятные погодные условия. Тем временем люди, говорят, стали экономить еще больше. Все чаще отказываются от мясных изделий. Цены слишком бьют по семейному бюджету. На рынке возле мясных прилавков немноголюдно. Немногочисленные покупатели жалуются, что только за последние две недели цены на эту продукцию подскочили на 30-40%. Килограмм свинины можно купить за 120-140 гривен, сало от 70 до 90. Говядину продают за 120-150. Подорожало и куриное мясо. Если целая птица обойдется харьковчанам в 50 гривен, то филе отдадут за 80, а то и 90 за килограмм. Продавцы говорят, причина в увеличении расходов на содержание животных и птицы. Цены выросли и на корма, и на топливо, а также коммунальные услуги. Все дорожает, поэтому все растет и растет цена. Даже комбикормы там все растет, поэтому его же вырастить надо. Немного подорожало молоко и сметана приблизительно на 10-15%. А также твердый сыр. Самый дешевый на рынке продают по 65-70 гривен за килограмм. А вот масло и творог можно купить по тем же ценам, что и весной. Харьковчане говорят, блюда с мясом стали подавать к столу намного реже, начали экономить на покупке молочных продуктов. Чаще ходят в магазин или на рынок за овощами, ягодами и фруктами. Ощущается, если куриное филе стоило 60 гривен, то сейчас 80 с лишним. Это, я вам говорю, самое дешевое мясо, которое есть. А что касается овощей, тоже все это очень дорого. И те же крупы, тот же хлеб. Короче говоря, когда идешь в магазин, то каждый день, если неделю не было, то на следующую неделю цены, естественно, выросли. Это не только на мясе, а тратим, а на овощи. Цены на такие овощи, как картофель, капуста, морковь, перец, а также лук и чеснок с начала лета особо не изменились, говорят на рынке. А вот стоимость помидоров и огурцов постоянно меняется, отмечают продавцы. Если еще две недели назад огурцы продавали по 10, а то и 8 гривен за кило, то сейчас, после сбора основного урожая, их стоимость снова выросла до 25 гривен за килограмм. Помидоры отдадут не меньше, чем за 15 гривен килограмм. Некоторые сорта – по 25-30. Продавцы утверждают, выращивать овощи стало дороже, да и погодные условия были неблагоприятные. На овощи, во-первых, погодные условия, очень, на огурец и на помидор сказываются. Потом горючие смазочные материалы подорожали, тоже самое. Транспортировка, все это лягает на продукцию. В этом году вообще погода ужасная. В этом году погода сделала так, чтобы они изначально огурцы были дорогие. Потому что они посадили, а они начали пропадать, желтеть, холодно было. А вот стоимость фруктов и ягод либо осталась на том же уровне, что и в начале лета, либо вовсе подешевели. Например, малину продают по 30-35 гривен за килограмм, сливы по 8 гривен. А вот абрикосы значительно упали в цене. Это лакомство на рынке обойдется в 15 гривен кило. Лариса Говина, Евгений Шинкаренко, агентство телевидения и новости. Число преступлений растет. Так только за минувший июнь, по данным городского управления патрульной полиции, произошло почти полторы тысячи краш и 133 грабежа. Жертвой карманика Светлана стала сегодня средь бела дня. Когда женщина шла по рынку возле станции метро Героев Труда, вместе с дочерью злоумышленник решил вытащить у нее мобильный телефон. Они просто шли и все. Мужчина подошел, забрал, вытягнул. Будьте внимательными, забудьте еще раз быть внимательными. Ну что я еще могу сказать? К счастью, это заметили случайные прохожие. Они тут же бросились в догонку за вором. Вовремя подоспели патрульные. Сьогодні по обеді патрульным надейшов виклик крадежка на улице Академика Павлова. Оперативно прибывши за вказаною адресою, патрульні з'ясували, що невідомий громадянин подсупив мобильный телефон у женщины. Завдяки оперативним та слаженним діям патрульним вдалося виявити та затримати імовірного крадія. При поверхневому огляді поліцейські знайшли в нього мобильний телефон заявниці. Хотя сам мужчина, как говорят в таких случаях, пойманный на горячем, отрицал свою вину. Зачем не украл? А зачем мы это сделали? Я не хочу этого говорить. Я с вами не включу этого. Я буду разговаривать с другими нами полиции. Экипаж патрульных доставил его в московский отдел полиции. Как стало известно позже, он уже имел проблемы с законом. Отбывал наказание за кражу и грабеж. Верен Мода, Михаил Воронков, агентство телевидения новости. Детям больше мороженого, взрослым охлажденные напитки. В городе жара. И это опасная жара для здоровья, предупреждают врачи. Спастись от жары. Одни ищут прохладу водоема, другие в тенистых парках и скверах. Вера Пантелеєвна и Владимир Ильич очень торопятся домой. Оба пенсионера – медики и хорошо знают, чем чревата прогулка в жару по городу в преклонном возрасте. Не самое лучшее время для пенсионеров. Понимаете, конечно, и давление повышается, особенно к вечеру. Уже вроде ничего и не делаешь, даже дома сидишь просто, и к вечеру поднимается до высоких цифр. Почему? Видимо, это связано с природой, с погодой. А вот Ольга считает, что бороться с летним зноем поможет не прохлада, а высокая температура, точнее горячие напитки. Я считаю, что в жару нужно спасаться горячим чаем, чёрным или зелёным. Потому что, когда пьёшь горячий чай, он вначале в организме идёт процесс отепления, а потом идёт охлаждение. Изнутри должен идти процесс охлаждения, а не извне. Не все методы хороши. У врачей на этот счёт есть свои рекомендации. Например, питаться следует дробно, 4-5 раз в день и маленькими порциями. Перестать есть мороженое и вообще максимально отказаться от сладкого. Лучше пить компоты, компоты из супа фруктов, несладкие морсы, кисломолочные продукты. Этим мы сохраняем баланс микроэлементов. Нужно, конечно же, следить за одеждой. Не должно быть много открытых участков кожи. Одежда должна быть лёгкая, хопчатобумажная. Также медики советуют не пить ледяную жидкость прямо из холодильника, а употреблять слегка охлаждённые напитки. Исключите своего рациона солёную, жареную и копчёную пищу. А гипертоникам советуют измерять давление не реже, чем два раза в день. Светлана Иченина, Олег Мартынюк, агентство телевидения «Новости». Вы смотрели новости АТН. Больше сообщений на нашем сайте atn.ua. В студии работал Александр Тихонов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова